В этот день по всей стране прошли подобные митинги. Люди искренне поддерживали крымчан, которые два года назад приняли участие в референдуме о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. В этот период черноморские казаки следили там за порядком. Каждый, проходящий мимо, видящий казака в форме, говорил, спасибо, ребята, что вы с нами, спасибо, что вы нас не бросили. О восстановлении нравственной и исторической справедливости говорили на площади с мэром Сочи Анатолием Пахомовым ветераны, которые в годы Великой Отечественной войны обороняли Севастополь. Это контр-адмирал Семен Гайсинский. Потом уже со сцены он всем присутствующим рассказал, как Крым в разные периоды времени защищал российские солдаты. И как теперь не только сами люди вернулись на историческую родину, но и могилы предков. Возвращение Крыма в состав России было неизбежно. И мы видим, сколько людей, сколько жителей города Сочи пришли на эту площадь, чтобы все вместе порадоваться за Россию, порадоваться за жителей Крыма и сказать, что когда мы едины, мы непобедимы. О непобедимости пел на мероприятии Даниил Плужников, участник третьего сезона телевизионного конкурса «Голос дети». Сочинцы с особой гордостью следили за выступлением 13-летнего мальчика. Наши преды, дыки долгие века, Или коров за эти рубежи, Не из десятки нет родина пока, Буду тобой мужичины уходи. Талантом Даниила Плужникова восхитились не только телезрители, но и все участники митинга. Ты гордость всего Сочи, ты гордость всего Краснодарского края и всей России. Ну вот кто нас победит, когда у нас такие парни есть, правда? Мы от всех сочинцев и от всех членов партии «Единая Россия» мы тебе говорим спасибо за то, что прославляешь Сочи на «Голосе» в Москве И дарим от всех наших жителей вот этот подарок. Праздничный вечер продолжился выступлением других сочинских артистов. Несмотря на прохладную погоду, сочинцы еще долго не расходились в площади флага. Елена Авсецна, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ» Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ»